Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои, и сегодня у нас покупочки Second Hand! Да, вот в таких вот они черных пакетах, как мусорные почти. Но при этом хорошие покупочки за маленькие денежки. В этот раз я решила, думаю, приду и конкретно возьму что-нибудь себе и маме, потому что там очень много больших размеров, кстати, кто не может найти. Там есть целый отдельный отдел больших размеров. И я взяла, кстати, маме как-то парочку вещей, которые очень понравились. И как раз для видео самое то, потому что сколько бы мы не покупали вещей, сколько бы мы не брали, сколько бы на обзор нам не присылали, всё время не хватает. Ты всё время хочешь что-то новое. И если бы мы тратили на самом деле деньги вот прям идти в магазин, покупать что-то за тысячу, за полторы, за две. Я, например, люблю нет-нет брендовые какие-то вещи, да? И почему-то у меня даже прикол вообще, честно говоря, в Европе их покупать. Так что скоро я поеду в Европу, и я вот прям вообще ничего прям стараюсь не покупать здесь в России у нас, а прям вот решила брендовые в Европе покупать. И всё. Поэтому я с большим удовольствием хожу и трачу маленькие денежки в секонд-хенде, потому что там реально есть что выбрать. Например, на мне вот эта вот кофточка. Чем она мне понравилась? Знаете чем? Тем, что у неё охренительный вырез, да? То есть я могу даже ещё так. Вот так. Вообще. Красота. Да, у меня очень мало, на самом деле, кофточек с хорошим вырезом, чтобы можно было одеть там хороший лифт, да? Вот так и приподнять грудь, и выглядеть так красиво. Я надеюсь, подходит моя губная вот сейчас сюда? Или надо было потемнее сделать? Какая-то красная. Я бордо хотела. Сейчас вернусь. Вот этот цвет, мне кажется, подходит больше, но насколько хорошо он смотрится, это я уже увижу, когда буду монтировать видос. Надеюсь, нормально. Ладно, поехали. Первая кофточка я уже показала. Бордо. Она обычная полиэстер, я думаю, или что-то типа того. Но она, в принципе, достаточно комфортная. Отличный вырез. Просто классическая. Обычной длины, не короткая. Давайте сначала я покажу то, что я взяла себе, а потом покажу, что я взяла маме. Всё это я брала, на самом деле, исключительно для видео, чтобы меняться, чтобы делать какие-то образы. Что-то брала, то, чтобы не купила, например, в обычном магазине, потому что думаю, что носить я это не буду. Но мне бы хотелось посмотреть на себя в этом образе. Вот секонд-хенд в этом смысле очень классно. И потратила я на всё вообще, на самом деле. Смотрите, какие вещички я брала. Они невесомые. А брала, один раз зашла в магазин, когда килограмм стоил 299 рублей, а второй раз 499 рублей. Короче, в общей сложности на все вещи я потратила 500 рублей. Итак, первая вот такая вот маечка. Она лёгенькая, просто прозрачная, как вы видите. По бокам такие рюшки. И у неё очень милая расцветочка. Мне показалось, что какой-то образ я, интересно, могу придумать. И буду такая, знаете, леди-леди. Представляю немножко деревню такую, знаете, может, какой-то сад. И я такая с книжкой на лавочке. Может быть, у меня ещё какая-то коса здесь заплетена. Что-то в этом есть, да? Может быть, даже для фотосессии очень пойдёт. Такая лёгкая кофточка, такая вся с рюшечками, воздушненькая. Здесь на присборочке немного внизу. Вот такое я бы в магазине никогда не купила. Но благодаря секонд-хенду я могу вот такое приодеть, примерить. Дальше ещё одна кофточка, тоже лёгенькая. Вообще, люблю, кстати, в секонд-хенде, где по килограмму всё брать, лёгкие вещи. Потому что они реально стоят 30 рублей, например, да, вот такое. Это, кстати, может пойти и на меня, и на мою маму. Я думаю, она придёт, замерит. Тоже оно лёгенькое, воздушненькое такое. Мне понравилась расцветочка, она такая розовенькая, серенькая. Знаете, непринуждённая тоже так на видео одеть, что-то снять. Прямо подо всё подойдёт. Фирма, кстати, секонд-хенде. Фирма H&M. И, кстати, тут написан размер 12. Вообще, это не мой размер, но, по-моему, она на мне неплохо сидит. Зацените. Но ещё и померит мама обязательно. И такая туничка, знаете как. Также я, смотрите, что увидела. Смотрите, как красивый цвет. Такой персик, как коралловый. Мне понравился. Это манго. Это платьица. Правда, вот эти штучки, они прям очень длинные. Знаете, прям вообще на груди вот так вот у меня там еле соски прикрывает. И низ вот такой в три ряда рюшечки. Очень красивое воздушное платье. Мне такое нравится. Сами понимаете, если килограмм 299 рублей, сколько оно весит, да, и сколько оно стоит. Ну, рублей 50 мне, наверное, вышло это платьица. 60-50 рублей. Оно с подкладочкой. Вообще классное, воздушное. Причём манго мне очень нравится. Размер мой эско. В манго мне очень нравятся, на самом деле, дизайны, всякие интересные вещички я там встречала. Ну, классное. Причём похожее я на Joom увидела. Или на Joom, или на Алиэкспресс увидела похожее. Думала заказать. Но она там стоила где-то 1300-1400. Бежевенько. Ну, чуть-чуть похожее. Смысл вот в таких рюшках. Вот теперь, думаю, может и не заказывать. У меня есть теперь. Зацените. Ещё мне понравились вот такие боксеры. Я люблю дома гонять в каких-нибудь, знаете, там, мужских трусах, например. Вообще, я считаю, идеально по дому гонять это в мужских семейках. Я даже специально покупала мужские семейные трусы, только каких-нибудь интересных расцветок и гоняла по дому. Они очень клёво смотрятся. Ну, и вообще, прикольное ощущение такое, нестандартное какое-то. Но я увидела вот такие боксеры, они какие-то вот, знаете, здесь может быть и 100% синтетика, но ощущение очень приятное. Полистер, да. И, знаете, нет такого, знаете, что полистеры прям одевать не хочется. Нет. Очень даже клёво. И здесь симпсоны. Симпсоны нарисованы. Короче, я их поглажу и буду в них гонять. И ещё одно платье. Блин, я не могу. Я как ни стараюсь, я не могу пройти мимо пайеток. Я взяла. Ну, вот такого у меня нет. У меня есть разные, но вот такого нет. Просто классическое платье. Оно хорошей длины. Мне понравилось, что оно не короткое. У меня короткие много. Просто, знаете, как вот, ну, просто хороший вырез, кстати, туда-сюда и хорошая длина. Впереди пайетки, сзади пайеток нету. Всё, мне кажется, под всё подойдёт на любую вечеринку. Вечер, софиты, и вы чуть-чуть поблёскиваете. Мне кажется, очень клёво. А фирма Чикори. Найт. Чикори Найт. Это вот ночное. Ночное платье. Ну, а теперь покажу то, что я заказала маме. И мама уже, кстати, померила некоторые вещи. Ей очень понравилось. Первая – это вот такая вот сорочка. Она вот такого красивого цвета. Ей очень понравился цвет. Яркий, нарядный. И плюс они новые. Это как бы не секонд-хенд, по сути. Они новые, они с бирками, и их там была не одна штука. То есть, их было там штук 15 в одном секонде разных размеров с бирками. Вот. Так что это вещь новая. И посмотрите, как смотрится на маме. Сто процентный хлопок. Не тянется. Дальше мне показалось, что маме подойдет очень этот цвет. Ей, кстати, очень понравился этот цвет. И такая кофточка. Не знаю, что это за материал. Легкий такой вот. Легкий, тяжелый. В плане... Ну, он падает. Не воздушный такой, знаете. Но он такой прозрачноватый немножечко. Размер XXL. Маме тоже идеально подошел. Такая вот футболочка. Мне кажется, для съемки идеально. И здесь вот, смотрите. Здесь вот такая красота светится немножечко. Мне кажется, что замечательно. Прямо будет маме блонзиночке. Голубой цвет будет ее освежать. Вообще, мама у меня любит хлопок. И когда я что-то такое беру, она такая, ой, я не буду это носить. Я говорю, мам, это для видео. И ничего страшного, полчасика посидишь, отснимешься, да. Но такое, чтобы носить, она любит хлопок. И вполне возможно, что вот такую маечку, она будет не только с ней сниматься, но и ходить по дому. Это тоже стопроцентный хлопок. Но он еще немного даже тянется. Ну, это вот, как, знаете, майки делают обычные. И здесь очень красивый рисунок. Рисунок тоже немного поблескивает, видите. Стразики тут есть. И нарисовано что-то блестящим таким перламутровым. Я думаю, ей понравится. И длина хорошая, животик закрывает. Еще взяла ей вот такая, как это, поло называется, да. Я у своей подружки, на самом деле, как-то видела. Мне очень понравилось, как на ней смотрится поло. Тоже с белым воротничком и вот такого цвета оранжевого. Очень красиво, ярко. Но она у меня не блондинка. Она у меня брюнетка, шатенка такая. Я взяла маме, подумала, что для блондинки тоже будет хорошо. Но что-то в этом есть. Может быть, видео снять интересно и послушать ваше мнение, как ей будет вот в таком, да, образе. Может быть, даже помаду немного подобрать. Тоже такую немножечко оранж, да. И мне было бы интересно ваше мнение, подходит ей такой образ или нет. Мне кажется, может быть, даже немного ярковато. Хотя что-то в этом есть. Может быть, я привыкла ее в нежных тонах. Ну, короче, вот такое вот поло. А, вы, кстати, здесь даже можете прокомментировать, идёт ли или нет. Но она сказала, что вроде бы ничего и снимется в этом. Это, кстати, фирма H&N. Не H&M, а H&N. Интернационал. И, кстати, это размер М, но он ни хрена не на М, он здоровый прям. На мамку. М, мама. Ну, вот и всё, мои хорошие. Вот такие покупочки были в секонд-хенде. Я очень довольна тем, что я за 500 рублей просто набрала кучу маечек и могу их менять, менять образы, увидеть себя в образах. И да, мне это кажется очень даже такой лайфхак, когда вы даже не знаете, что бы вам приобрести, что бы вам пошло, и носили бы вы такое. Можно прийти в секонд-хенд, выбрать что-то подобное, посмотреть дома, примерить там, да, и уже потом решить, вообще, хотите ли вы купить подобную вещь, какую-то дорогую, брендовую, такая, чтобы она была у вас в гардеробе. У меня вот часто есть такие вещи, которые я думаю, ой, мне классно это идёт, и я покупаю, а часто я не покупаю, но мне иногда хочется, чтобы такие вещи в моём гардеробе были, и секонд-хенд мне в помощь. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую, надеюсь, вам понравилось моё видео, если так, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, что понравилось вам, что мне идёт, что идёт моей маме, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны, а я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok